Как вы оцениваете действие своей команды? Тяжело, молодые ребята. Восстанавливаемся, видать. Плохо, можно сказать, тяжело восстанавливаемся. В принципе, мы в процессе обучения, так что, думаю, дальше будет все нормально. Много очень молодых ребят, 99-го года рождения. Вы живете в этом сезоне. Магомед Альмурзай попал в состав главной команды. Есть ли на подходе такие ребята в данный момент у вас сегодня? Ну, в принципе, человека 3-4 на подходе есть в первую команду. У нас-то, в принципе, основная задача и стоит, чтобы подготовить ребят для первой команды. Ну, поэтому, человека 3-4 будет к концу года. Вопрос такой, сейчас команда имеет в пассиве. Уже 13-ти матчевую безбегрешную серию. В этой связи вы планируете и в дальнейшем выступать команда МЖ-2 в первенстве ПФЛ? Нет, ну, конечно. Но это все зависит, конечно, от руководства клуба, как они скажут. Если надо будет, если нужна команда в второй лиге, конечно, мы будем выступать. Ну, во-первых, надо сказать, что через три дня понятно, что совершенно другая игра будет. Будут лидеры, будут опытные ребята, у которых сумасшедшая мотивация. Это, в отличие, не унижая, не умоляя, достоинство НЖ-2, все-таки молодые ребята, где-то не хватает опыта, каких-то, может, коллективных действий, разума. Но они выходят с желанием, играют тоже, обученные ребята. И сегодня, после двух, наверное, может, не совсем удачных по результату игр, у нас, наверное, не было другого пути, как и в первом тайме. Была установка именно все решить в первом тайме. Я считаю, неплохое движение было. Порадовал настрой, с которым вышла команда сегодня. Доказать, что игра с Майкопом была все-таки недоразумение досадное. Ну, конечно, радует, что и все-таки 5-5 забили, повторюсь, несмотря на молодость НЖ-2. Хотелось бы, чтобы вот такой настрой, который был сегодня, перенесся на тяжелые игры с Афипсом и с Армавиром. Тогда, я думаю, должно быть нормально все. Ну, похоже, проснулись наши нападающие. Что скажете об этом? Ну, радует, что, да, конечно, по два мяча забили. Это, конечно, всегда нападающему усиляет уверенность. Ну, с другой стороны, огорчает, например, что там Ваня Подоляк, да, тоже как нападающий, оттянутый нападающий. Хотелось бы, чтобы его он уже начал забивать, но хотя голевую все-таки он в первом тайме сделал. Ну, не хватает, наверное, все-таки разума, как у какого-то много подходов, где-то разыграть штрафной, исполнить вот этого. Заключительной передачи все-таки не хватает. Хотелось бы больше разумных действий перед штрафной, чтобы легче нам голы давались. Все-таки пока здесь оставляют желать лучшего концовка.